Смотрите далее в программе. Праздник со слезами на глазах. Как шахтёров в Донецке вместо хлеба зрелищами кормили. Большинство работников наших шахт собрались здесь, на Первой в республике парад шахтёров. А Захарченко из города сбежал. С официальным визитом в столицу государства, город Схинвал, прибыл глава ДНР Александр Захарченко. Это антизомби. Территория без пропаганды. Шахты центрального района Донбасса прекратили работы по добыче угля. Часть из них аварийно затапливается. Шахта тонет. Работы нет. Затопленные шахты, пустая улица Артёма. Ну как пустая? Раньше там офис под аренду попробуй найди. Сейчас весь бизнес из младых недореспублик просто выехал. Основная история по заработку денег – это выехать в Россию, закупить еды и продать в республиках подороже. Местного у нас нет, у нас мясо российское. Естественно, его везут сюда. За растаможку люди платят, за машину платят. За сюда платят, бензин ходит. Также платят налог, они платят. Всё это официально. Это всё залаживается сюда. Естественно, к нам уже довозят уже другая цена. При этом закупать товары в России нужно с чётким пониманием того, что покупательная способность у местных крайне низкая, потому как денег нет. И это не наши фантазии. Вот послушайте продавцов с оккупированных территорий. Сейчас большинство продукции просто не пользуется спросом, так как у людей есть возможность приобрести только самое необходимое. У людей сейчас нехватка денег. Потому у нас такая продукция пользуется на данный момент небольшим спросом. То есть купил в Ростове колбаску второго сорта и конфетки подешевле. И везёшь в процветающую землякам продавать. На свой доход жители ЛНР могут позволить себе немногое. Если мясо, то самое дешёвое. Если конфеты, то в основном на праздники. И это же вовсе не потому, что продавцы какие-то неправильные или не такие. Нет, ребят, это реалии жизни в никем не признанных банановых республиках. Всё чаще и чаще от жителей республики можно слышать фразы о том, что им не на что жить. И это вовсе не удивительно, ведь средняя заработная плата совсем не соизмерима с ценами нашего государства, не говоря уже о пенсиях. В республиках, где всё благополучие начинается в телевизоре, и там же и заканчивается. Соседи приезжали, цены что в России, что у нас, а пенсии и зарплаты у нас, извините, вору, дуляру. Ну а поскольку к праздникам пропагандисты всегда удваивают порцию липовых парамок, смотреть на эту показуху без злости крайне сложно. Затопили пару десятков шаг. Некоторые шахты в настоящее время аварийно затапливаются. Шахты Гагарина, Комсомолец, имени Ленина, город Горловка, Полтавская, Иннакиевская, Артёма и Шуа Александровская. Люди в той же Горловке без работы сидят. Зато, ёб, парад шахтёров устроили. В преддверии своего профессионального праздника большинство работников наших шахт собрались здесь, на первой в республике парад шахтёров. Такой массовый, что на площади Ленина протолкнуться было негде. Ага. Более пяти тысяч горняков. Сегодня они не в испачканной углём спецодежде. Сегодня на их парадной форме ордена и медали. У трудяг Донбасса праздник. А Захару тем временем гламурную каску со стразиками под Сваровский подарили. Знак отличия шахтёрская слава и шахтёрскую каску от руководства Минугля получил сам глава республики. Ну и правильно, это ж самый главный шахтёр, стахановец просто. Таких тружеников в первую очередь в профессиональный праздник поздравлять нужно. Вон, глядите, какой мамон пацан в забое наработал. Теперь понимаете, к чему мы о показухе говорили? Ну и о танцах на костях тоже. Ладно ещё с шахтёрами. Так у них ещё хватило ума таблички вот такие по городу развесить. Город-герой? Всем ясно? Вот что это, если не глум над историей? Кто не знает, звание Город-герой получали города, прославившиеся героической обороной в годы Второй мировой. Ну вот, например, те же защитники Брестской крепости. Брестская крепость так и не сдалась. Она истекла кровью, то долгое время защитников цитадели не признавали. В 65-м, накануне Дня Победы, Брестской крепости присвоили почётное звание «Крепость-герой». И вот же вопрос знатокам. А кто-то награждал конкретно Донецк почётным званием «Города-герой»? Ответ – да. Они сами себя им наградили. Указывал вы Донецкой Народной Республике за мужество, стойкость и массовый героизм проявлены защитниками города Донецка в репе за свободу независимой Донецкой Народной Республики присвоить городу Донецку звание «Города-герой». А сколько там штурмов выдержал Донецк, а? Ой, ровно ни одного, что в годы Второй мировой, что сейчас. Но пусть историки утрутся. Сказали «герой» – значит «герой». И вот такой жести просто пачки. Вот вам, например, ещё один историк. Четыре тысячи лет назад здесь не было великих украл. Здесь были горняки Донбасса. Чё, кому не ясно, четыре тысячи лет, как шахты в Донбассе уже были. О как! Первый шахтный комбайн скифы ещё украли. А кобеля с цветмета люди Чингисхана унесли. И они тогда ещё, четыре тысячи лет назад, здесь добывали уголь. И строили посёлки, и строили, в принципе, развивали человеческую цивилизацию. А кто такому перечить вздумает, тот вообще фашист и каратель. И грамота от беременного руководителя банды «Легион» ему в жизни не светит. Смотрите, слова подужа. Жургом баба Сталина. Самовлюблённый Завдовеев порвал тусовку тем, что в праздник раздавал подчинённым грамоты с фотографией себя красивого. Скромность – его второе имя. Старается не отставать от товарища ещё один телепузик с позывным «Ташкент». Пацан свято уверен, что его тушка должна быть везде. Вот, министр доходов и сборов ездит по ушам шахтёров. Вы это и есть сердце, есть основа всего тому, что сейчас есть одно у нас. С праздником вас! Дай Бог здоровья! А здесь, внимание, очень символично. Заседает в комиссии по удобрениям. Ни один другой производитель ни одного вида продуктов не попал в ваши списки. Пацаны с Шостки чуть со смеху не лопнули. Говорят, цветочный фраерок. А вы говорите, басота не поднялась. Да покажи это Завдовееву с Ташкентом каких-то шесть лет назад. Они б тройным одеколоном подавились. А теперь и чего он, как развлекаться можно? На праздник друг другу дарить медальки да каски со стразиками. А позже водочки тяпнуть за город-герой. Отмечать День шахтёра на территории, где шахты затапливаются, где практически не работает ни одно промышленное предприятие, это очень странно. Нужно это компенсировать красотой, блеском и вот этой вот такой унылой брежневской, гламурной, такой нафталиновой, затхлой пакостью. Если же говорить конкретно о празднике, то он был в разы слабее, чем обычно. Чисто по картинке никакого движняка. Только вечно довольные бабушки Захаровки. Ну, авангард русского мира. И вот те, у кого большая половина жизни уже позади, готовы заниматься самообманом вечно, лишая будущего и загоняя на дно собственных детей. А нам всё нравится. Ну и ничего, что негде работать. Большой спорт из города ушёл. Зато парад победы раз в году какой. Врубайте музло, будем всей лавочкой танцевать. Класс! Хорошее настроение. Настроение отличное. Я приехала к вам в гости из Пермского края. А вот кого не дождались старушки ни на концерте, ни на параде, так это своего голубоглазого кумира Сашу Малоросова. А всё потому, что прямо в праздничный день глава всей Адерлендии вместе с супругой и свитой улетел в не менее процветающую Южную Осетию. В эти дни Южная Осетия отмечает 10-ю годовщину признания независимости республики. Накануне с официальным визитом в столицу государства, город Схинвал, прибыл глава ДНР Александр Захарченко. В состав делегации вошли вице-премьеры Дмитрий Трапесников и Александр Тимофеев, а также председатель Народного совета Денис Пуширин. Где сначала горцевал по кладбищам с рассказами о Тбилисской хунте и карате, а позже уверенно победил в конкурсе самый непалевный пикап Суркова. Вы только посмотрите на этот преданный собачий взгляд, после которого вспоминается Есенинское «Дай, Джим, на счастье лапу мне, такую лапу не видал я сроду, пожалуйста, голубчик, не лежись!» С другой стороны, наши знакомые кремлёвские бабки шепчут, что этот день города может стать для Саньки последним. Эту фразу мы ещё в четверг написали, а в пятницу вдруг оказалась «Осиротела шахтёрская птицефабрика, а бабушка из Рикьявика может готовить компот с пирожками». Моя прабабушка прошла в Бухенвальд, а свет сам Рикьявик. Короче, последний обед Сани Захарченко в кафе «Сепар» состоялся. Откушал не хуже, чем Жилин в ветерке. В одном из ресторанов в Подмосковье неизвестные расстреляли лидера украинской общественной организации «Оплот» Евгения Жилина. И здесь неважно, лифт, шмель или кофейка, как Болотов выпил. Просто знаете, как в народе говорят, всё сделанное зло возвращается бумерангом. Александр Захарченко! Ура! Да-да, это он устраивал парад пленных и обещал, что Украины не будет через 60 дней. Страна, которая называлась раньше Украиной. Максимум 60 дней, и государство политически перестает не существовать. Но с Украиной всё нормально. А кое-кого ждут, пусть и не 60, но 40 дней точно. Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в центре Донецка. И здесь, конечно, можно долго шутить, мол, королева Англии сегодня выдохнула с облегчением. На самом деле нужно брать даже не Берлин, это нужно его пройти, взять Британию всю как таковую. Можно троллить, что Малороссия осталась без Гетмана. Малороссия независимое, суверенное государство, с новым именем, новым флагом, новой конституцией. Но по факту просто пересмотрите последние 5-7 выпусков антизомби. Мы ведь неоднократно предупреждали, что Москва будет менять марионеток с расчётом на борьбу за электорат в Украине. А отыгранных кукол просто сольют в утиль. Кафе Сепар прогремел сегодня взрыв, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. Ранения получили два его спутника, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. Вот почему отменили выборы всего несколько недель назад. В Москве отлично знали, что основного кандидата не будет. Как там Киселёв говорил? Совпадение? Не думаю. Вот только от списанного Саньки вряд ли кому-то станет легче. Ведь сколько всего Донецку уже не вернуть? Потерянные годы, разрушенные судьбы, разорванные контракты, безработица и пустой стадион. И который год в День города и День шахтёра хочется сказать, да, это праздник, но со слезами на глазах.